Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 26 января 2018 года пятница, по одному из старинных шестой день месяца в юг и стужи, 7526 лета шестица. Начинаем живой эфир, посвященный теме «Динозавры и единороги» со сказителем, уже хорошо вам известным, исследователем Виктором Максименком. Здравия тебе, Виктор! Здравия, Алексей! Здравия, слушателя! Ты радуешь постоянно нас какими-то интересными темами, и в этот раз повод такой достаточно тоже своеобразный. Вот «Динозавры» – это то, что часто нам показывают в каких-то научных исследованиях, изысканиях, археологи находят какие-то там косточки. Названий динозавров огромное количество, да и само слово «динозавр» много чего интересного означает, но это научно. А вот еще ты сюда вставляешь в название «единороги» такое понятие слова, но «единороги» всегда люди относили к какому-то сказочному персонажу. Кто-то его считал волшебным каким-то животным, кто-то его считал волшебным злым животным, кто-то его обычным существом, злобным таким, представлял в различных сказаниях Европы. Например, там «единороги» встречаются очень злобные, кто-то говорит, что они очень добрые и так далее. Почему такое название «динозавры», то, что ученые сказали «да, это было», и «единороги», то, что ученые говорят «да, ну, ерунда, этого никогда не было». Почему ты совместил это, во-первых, сказку и то, что ученые говорят «реальность», и, во-вторых, зачем нам их рассматривать? Вроде бы по сказкам понятно, когда были «единороги» и вообще были они, и «динозавры» тоже нам говорят, там, миллионы лет и тому подобное. Ну, если мне позволят слушатели, я объясню, почему это все произошло. Ты до этого сюда и пришел, чтобы рассказать. Зачем позволение спрашивать? Рассказывать будешь, никогда не денешься. Дело в том, что у нас есть такие уважаемые авторы, как Шемшук и многие другие, которые говорят нам, что еще действительно недавно у нас было сказочное прошлое. А наука, как ты правильно заметил, где мы все учились в школах, в институтах, нам никакого сказочного прошлого не разрешает. Максимум, что динозавры, и то для того, чтобы динозавры, как говорится, не создавали проблем, давайте их пошлем подальше. Ну, так, миллионов, так, на 65 миллионов лет назад, как бы и прилично, и далеко, и нет никаких проблем. Мы же, путешествуя по новым массивам информации, которые открываются в наше время, вдруг с удивлением обнаружили гигантов, там, какие-то иные формы жизни. А когда искали их, вдруг наткнулись тоже на каких-то непонятных существ, которых вроде бы не могло быть пару сотен лет тому назад. Поэтому я и предложил, а давайте посмотрим, насколько справедливы легенды. Причем, если динозавры, ну, наука хоть как-то их признает, то единороги вообще записывают в легенды, в сказки, хотя вы все знаете, что по-славянски сказ это просто повествование о событиях. События были, и там нет никакого обмана. Если был бы обман, так и бы сказали, это обман. А сказ это повествование о событиях. Если это события недавнего прошлого, значит, правы такие авторы, как Шимшук. И, значит, наше недавнее прошлое действительно сказочное, то есть оно соответствует рассказам сохранившимся. И я вот пошел в новые теперь источники, как говорится, в библиотеку Конгресса, пошел, сходил в английскую библиотеку, во французскую, в нашей библиотеке, которые открыты. И спросил у них самих, как бы ученых, они ведь себя позиционируют, как наука, как говорится, я у них же и пошел подчеркнуть материал. То есть было или не было решить этот вопрос. Справедливо ли утверждение науки о 65 миллионах лет, и о том, что единорогов, например, не было, это все выдумки. И предлагаю вам ознакомиться с имеющимся материалом. Поэтому давайте начнем же нашу презентацию, чтобы люди увидели и сами подсказали нам, так было, не было, есть ли в этом смысл что-то искать. Может, среди науки найдутся ученые, которые пойдут, найдут и получат свою пару наобилевских премий, потому что все это под табу. Дело в том, что недавно в гостях у вас был Клесов, это я ему пытался писать вопросы по, как раз находкам, ученого Мэри Швайцер, которая обнаруживает ни кости, ни окаменелости, а в динозаврах она обнаруживает клетки крови в 93-м году, в 97-м обнаруживает гемоглобин, эластичные связки в 2003-м были обнаружены, то есть эта группа ученых постоянно обнаруживает то, что в простонародье зовется мягкие ткани. Ну, позвольте, ну, какие мягкие ткани, какие следы вот клеточной костной ткани в 2012-м году, белков актина и тибулина, ну, какие следы, когда они пролежали 65 миллионов лет, ну, как такое вообще возможно в принципе? Ну, я понимаю кости, понимаю окаменелости, ну, извините меня, ну, не эластичные же связки и кровеносные сосуды, откуда они? Но такое может быть только в одном случае, если все эти динозавры существовали еще недавно, и все вот эти открытия ученых подтверждают только то, что говорят такие авторы, как Шимшук, что еще недавно у нас было в мире сказочное прошлое, когда все существовало, и не только гиганты иные формы жизни, но и те же динозавры. Поэтому, когда я, например, сегодня вижу вот эти вот фотографии, я не кричу сразу, ну, от фотошоп, как говорится, появился, и пошли динозавры, единороги, скоро еще что-то попрет. Для того, чтобы не обвинять в появлении всех этих чудес в фотошоп, нужно было от нашего времени идти дальше. И, как говорится, когда мы доходим до времен, когда фотошопа еще и близко нет, а это начало 20 века, конец 19, мы тоже везде встречаем вот птеродактелей, как бы не слабо 65 миллионов лет прожить. Может, это фейки тех времен. Так этих фейков, как говорится, вагон и маленькая тележка, вот конец 19 века опять вверху. Тут начало 20-го. То есть, ребята, это в основном снимки из Америки, как вы видите. Охотятся, все нормально, вот птеродактель, как говорится, попадает. Ну, как такое может быть? Они вымерли 65 миллионов лет назад. Это вообще чуть ли не первые фотографии, сделанные в Америке. Вот он, я понимаю, что видно плохо, но извините, видно, что эта птичка совсем не птичка, и какая-то птичка огромная. Ну, нам поможет и американская пресса, так, она 26 апреля 1890 года, газета «Надгробная эпитафия», это местная газета Аризоны, сообщила, что два ковбоя обнаружили, сбили существо, которое было описано как крылатый дракон, который напоминал птеродактеля. Ковбои, которого пристрелили, сказали, что он был 50 метров примерно длиной, а тело было ну 1,2 метра в ширину. То есть огромное какое-то существо, которое расстреливает ковбоя. Потом вот я захожу в библиотеку Конгресса, а тут вот иллюстрация Чикаго. Интересная такая иллюстрация. Вот если два, иллюстрация 1820 года. Шутка это, не шутка, ну как к этому можно относиться, когда в Чикаго, как говорится, чем дальше мы уходим, все равно существуют птеродакты или другие какие-то динозавры. Ну может это единичные факты, ну мало ли, шутили в разное время. Ну вот опять Мавро Арбини, книга, которая вышла в 1671 году. Самые свежие сведения об Америке. Почему мы начали с Америки? Ну там просто просветители не так долго хозяйничают, там множество следов древних цивилизаций, животных, как говорится, гиганта мы сейчас увидим, все на месте. То есть опять какой-то птеродактиль. То есть мы опускаемся все глубже, глубже и глубже и все эти, скажем так, сказки, они не прекращаются. Постоянно люди рассказывают, встречаются. Какой-то другой животный мир. Опять же, вот карта Рудольфа Каземикела, карта это 16 века, где он Патагонию опубликовал, вот из его книги вырезка. Пасутся тут опять непонятные звери, больше похожие на динозавров. Это же Америка. Какие там жирафы, например. Давайте опустимся дальше. В прошлый раз мы рассматривали гигантов, и я вам говорю, так, гигантов видим, птеродактиля не видим, пуща летает. Ну вот он долетался, как говорится. Для того, чтобы понятно было, что птичка это не маленькая, перед нами гигант все-таки, человек 4-10 метрового роста, не меньше. Поэтому птичка это не такая уж и маленькая. Это универсальная космология Гильяма Детес 1555 год. То есть только открыли Америку, уже бог с ними, что индейцы у них белобрысые и гигантского роста, ну так у них полный беспредел, у них еще и птеродакт вылетает. Это как раз Южная Америка. Опять же, в этой же космологии какой-то зверь с такими зубами, что нам говорят, что он умер 10 тысяч лет назад, все-таки саблезубые зверки померли. Динозавры это особого вида или еще, как нам говорят, ледниковой эпохи непонятно. То есть звери, которых быть не должно. Не только динозавры, но и неправильные звери. И в Америке таких свидетельств множество. Вот эта роспись храм Бон Ампак в Мексике. Роспись примерно 6 век нашей эры. Все бы ничего, как говорится. Принесли вождю дары, но один из даров вождю голова динозавры. который вымер 65 миллионов лет, я так понимаю. Наверное, заспиртовали, принесли подарить. А спирт по дороге выпили, осталась только голова. То есть опять идем глубже. И что мы, на что мы натыкаемся? В той же Америке найдены десятки тысяч, десятки тысяч. Вот коллекция динозавров Акамбара, Мексика, опять же Мексика. Там найдено 50 тысяч фигурок динозавров. Ну, наука, она простая, она говорит, это все подделки, фейк. Только забывая сказать, что среди этих фейков находятся такие динозавры, которые науке еще даже неизвестны. Опять же, вопрос, люди 65 миллионов лет сделали фигурки, и они прошли? Нет, конечно, они просто физически их не сохранились. То есть, все, кто делали фигурки, или делал изображения более ранних, или просто был свидетелем этих динозавров. Так что, я жарю здесь множественные виды живых существ, которые науке даже неизвестны еще. Ну, лучше объявить это то, чего не может быть, и не заморачиваться. Получать дальше зарплату, будет все нормально. Глядите, за что-то еще и премию дадут. То же самое напрягает и коллекция камней и киноуку Хавьера Кабрена. Их тоже более 50 тысяч экземпляров. И на этих камнях присутствуют динозавры, не просто динозавры, а взаимодействие человека с динозавров. Что это полный беспредел, потому что нужно ли человека на 65 миллионов лет назад отправлять в науке, либо, как говорится, динозавров приближать. Ни то, ни то не хочется, иначе наука рассыпется. Но свидетельства то это массовые, это не единичный случай, это уже около 100 тысяч артефактов, которые прямо подтверждают взаимодействие человека с динозаврами. Ну, не только в Америке, но и в Африке, в то же время, например, в том же 16 веке, это та же космология 1555 года, происходит тот же беспредел. В этот раз мы не будем смотреть, что африканский царь белый, уже пускай бегает, но рядом с ним точно такой же птеродактиль, как и в Америке. То есть они похожи, идентичны. И он не один такой. Опять же, это Африка северная. Не обращаю внимания, что пастух блондин, пускай уже бегает. На него напал какой-то зверь вообще непонятный, распугал всю атару и пастуха, который напоминает очень динозаврика просто, а не какого-то зверя неизвестного. Причем огромного. Еще один какой-то динозаврик в той же космологии, но это 16 век. Это космология 1555 года, на которой не просто перерисованы данные из прошлых времен, перекопировали и забыли. Нет, это космология открытий тогдашнего дня. И Америки, и Африки, то есть кругосветные путешествия совершались, обобщались данные, печаталась эта космология. Причем разные космологии не всегда совпадают, но в основном совпадают, конечно, потому что какие данные получили, такие зафиксировали. Тот же самый динозавр, это та же Африка. Непонятный вообще зверь. Опять же, другая космология Миллера, 1519 год, начало 16 века, и это четко написано, что Африка и те же типы динозавров, теря драконов присутствуют. Неужели они, как говорится, на протяжении веков постоянно фейки печатают? Те же фигурки из Конга. Опять же, фигурки неправильные. Они показывают динозавров, которые человек практически вырезал или с натуры, или с более ранних фигурок. Ну, а как это соотносится с 65 миллионами лет? То есть, или человека надо отправлять в прошлое, или динозавров приближать. Мы же не будем обращать, что Конга, это два слова, Кон и Го, то есть, полярная звезда и небесное движение. Вот, что такое Конга. Ну, тут еще более интересные факты. Опять же, Римская империя, консул Регул, третий век до нашей эры, его путешествие описано историком Гио. Он описал, что когда они воевали в Африке, встретили зверушку, зверушка это 120 футов оказалось, после того, как они ее убили, они сняли эту шкуру, длина шкуры 37 метров, и отправили в Сенат, как доказательство того, с чем они там сражали. То есть, или слоны были намного крупнее, или все-таки эта иллюстрация доказывает, что динозавры существовали. Плюс существование подобного типа динозавра мы видим и в Египте. Вот эти таблички из Египта, которым, ну, а наука говорит, им 5,5 тысяч лет. Ну, ладно, 5,5 тысяч лет, ну, что это за животные? Уже бог с ним с этим мигантом, что он там идет, как говорится, их король, принц, фараон. Но факт в том, что динозавры не в едином количестве, а во множестве изображены. Та же самая печать из Ближнего Востока город Туруп хранится в Лувре и тот же динозавр изображен. Что и римляне убили, что мы в Египте видим. То есть, ну, какие 65 миллионов лет. Ворота богини любви шумер опять неизвестный тип динозавра. Если кто-то знает, что это за динозавр, ну, пускай подскажет и науке, и нам. Наука про такого динозавра не слышала, может предположить пока. Это вообще, как говорится, нехорошая книга 18 века. Там дракон-динозавр какой-то изображен, который вот нашли. Тоже Ближний Восток. То есть книга, фамилия Юх... Ну, фамилия, короче, в Стамбурском музее она хранится. Она напечатана в 1720 году. И там какое-то чудовище они поймали и продавали где-то там в Стамбуле. То есть, как видно, это вообще какой-то мутант трехголовый получился. Это на рынке они стоят. То есть массовые свидетельства непонятных существ, которые проще отнести к динозаврам или уже запихнуть действительно в сказку. Но и в Китае таких чудес хватает. Вот здесь книга вот эта представлена китайская, которая рассказывает о том, как древние люди выращивали драконов и как государство использовало услуги двух кланов, известных как дракон и укротители драконов. Здесь приводится книга, в которой это описано английское, 2012 года выпуска. Исторические записи рассказывают о династии Сун. Это примерно тысячный год нашей эры и 1300-й, где описывается, что император, который воскресил дракона в своем дворцовом комплексе. Этот мифический желтый император, как сообщается, приносил жертвы на вершине Таньшаня после восхождения туда в колеснице, запряженной шестью драконами. То есть это все записал китайский пейзажист Ву Бин, который оформил вот этих драконов, как они выглядели, по крайней мере, по его представлению. Это 16-й век, а драконы, как говорится, существуют и множественные свидетельства и в Китае существуют, то есть фактически по всему миру. Опять же, династия Шан примерно 2-3 тысячи, 2,5 тысячи лет до нашей эры. Около 4 тысяч лет этому дракончику. Опять же, откуда они о нем узнали? Кстати, этот тип дракона во множестве присутствует и в Европе с двумя лапками. То есть как они по всему миру производят такие вот статуэтки, это вообще 200-й год до нашей эры, динозавр, аэропод, то есть множественные свидетельства. Какие 65 миллионов лет, если они присущи Африке, Америке, Китаю? Опять же, вот эта космология Миллера, 1519 год. Тут внизу как раз красная шапка это гигант этого огромного. А здесь это или птеродакт или дракон, ну как хотите его называть, но это космология 16 века, опять же, район Китая. И прекрасно все здесь летает, все сказочное, хватает людям, как говорится, давления для того, чтобы вырастать высокими, и животные большие есть, они не померли 65 миллионов лет назад. Камбоджа, храм Топром 800 лет назад, а на нем стегозавр. Опять же, ну как они за 65 миллионов лет его запомнили. То есть, фактически, они либо лепились натуры, или переделали более ранние источники. Но никак не 65 миллионов лет, нет никакого разговора о таком количестве. Поэтому нас уже не должно удивлять, что в 1977 году был выловлен труп динозаврика примерно 13 метров, и японские ученые определили в нем плезиозавра. Для нас это уже ничего удивительного, потому что вот, опять же, на карте 1593 года Корнеллиус Дэджот, вот этот плезиозаврик, и другие драконы, или драконьего типа существа, бегают по Новой Гвинеи. Ну, не так уж и далеко от той же Японии. То есть, все присутствует, все зафиксировано, и во множестве находится, и даже дожило до нашего современного времени. Несмотря ни на на что, даже больше хочу сказать, недавно ученые опубликовали данные, что по их расчетам, по их расчетам, примерно через 200 лет атмосфера Земли вернется, я подчеркиваю, вернется к состоянию, в которой она была во вэру динозавров. У меня вопрос к ученым. Вы хотите сказать, что за вот эти 300 лет, что мы живем фактически, мы прошли путь, который Земля не проходила за прошлые 60 миллионов лет, 65 миллионов лет. Все было бы так, если бы не случилась та катастрофа, которая и произошла как раз 400 лет тому назад, и мы всего лишь живем в ее последствиях, и наблюдаем восстановление системы. Почему, как я говорил, нет гигантов, потому что не хватает им давления, давления уменьшилась как минимум вдвое, скорее всего, с тех времен. И ученые находят не тот процесс, который 65 миллионов лет не шел, не шел, а тот бац, говорит, мы восстановили. А скорее всего, это было всего-то 400 лет тому назад. Поэтому атмосфера стремится вернуться в равновесное состояние. Так что вполне вероятно, что мы будем наблюдать за убыстрением этих процессов. То же самое мы видим и на фресках из Средиземноморья, когда ребята катаются на динозаврах. И ребята такие загорелые. И динозавр родом из 65 миллионов лет прибежал. Их катает причем без проблем, прям так, как в Америке. Но наука почему-то об этом ничего не говорит. И это такое изображение не единичное. Таких изображений хватает. Это при том, что я же говорю, я пользуюсь открытыми источниками, ничего сверхфантастического, все открыто, никаких закрытых архивов, все библиотеки открыты. И даже ссылки на источнике есть. Можете проверить, перейти. И все бы ничего, так есть еще более, как говорится, интересные и компрометирующие книги. Это как поход того же Македонского, по крайней мере приписывающий Македонскому. Мы уже видели прошлые разы в нем там описание гигантов, видели, что по этим книгам училась вся знать Европы, времен Ивана Грозного, все учатся. Это преподают управленцам, как он воевал с какими-то чудными зверями. Но эти чудные звери похожи на динозавров. Пускай они чуть по-другому в разных местах иллюстрированы, но факт в том, что все они очень подходят под описание динозавриков, маленьких, больших, различных типов, размеров. Это вот европейские источники показывают их различные, причем их толпы, это не только единичные случаи, а множественные случаи, плюс звери, которые вообще непонятны, как вообще могут существовать и к кому их отнести. Повторяю, их описывают в книгах, по которым учат знать, знать того времени на протяжении как минимум сотен лет, а то и тысячелетий. Вот эти звери из той же библиотеки Ивана Грозного, где описывается, что у зверей, которые встретил Александр, три пары глаз, шесть ног и длина четыре метра. Хотелось бы знать, что же это за зверь такой жил, если даже Александра отнести 2300 лет назад. К каким типам то он относится. Я уже не говорю про того грифона, что мы видели рядом с гигантом. Оказывается, грифоны это не сказка, опять же, это живые существа, как и те же гиганты. Вот эта карта Яна Янсена, 1640 год, это как раз великая китайская стена, это пустыня возле нее, и тут вообще непонятно, кто это. Это иные формы жизни, или это динозаврики. Но вы видели вообще в сегодняшнем мире таких существ, которые прыгают, бегают, ползают с двумя лапами, или стоят, или летают. То есть огромное множество изображений, которые они писали с натуры, потому что на более поздних картах уже их нет. Мне эта карта нравится, потому что как раз все события, которые повлекли изменения по моим исследованиям получились как раз в середине 17 века. Поэтому ничего удивительного, что потом эти существа различные, как иные формы жизни, гиганты, динозаврики, и вообще непонятно к кому вот этих друзей отнести, они пропали. Но хотелось бы напомнить, что кроме множественных свидетельств динозавров, вот эта карта опять же 16 века, которую я в прошлый раз тоже показал, тут четко написано Норвегия. Кто-то подписал его моржом, но здесь написано, что это слон, по крайней мере удалось перевести без перевода понятно, эллипфант, то есть слон на севере Норвегии живет. Какой там слон может жить? Мамонт может жить прекрасно, может жить мамонт. Так это карта 16 века, но она не одна. Тоже карта Мартина, это вообще в Гренландии вот открыть 1522-1525 год. В Гренландии опять еще один эллипфант найденным при открытии Гренландии. А этот что за слон? В Гренландии слоны в 16 веке? В мамонты еще куда-нибудь что, я бы понял. 1597 год, карта открытия Вильяма Баррена. Это как раз обе, в районе Оби бегают эти зверушки. Непонятно было бы кто это, но только вот этот левый, если лучше присмотритесь, он хобот приподнял. Поэтому я определил их как группа мамонтов, при том, что наука определяет их как непонятных существ, которые вот этот путешественник не смог определить, кто же это такие. Ну, бывает. Я определяю их как мамонтов, из-за того, что этот поднял хобот, и шерсть у них такая интересная. Если бы я ошибался, то не было бы других свидетельств. Вот эти мамонты на карты Асии 1630 год. Вот оно. Ну, тут, да, это фрагмент одной из карт. То есть, там дальше вообще вся карта Асии пошла. Ну, я его просто вырезал, чтобы вы могли увидеть, что это не какие-то звери непонятные, а как раз вот такого типа. Вот он этот хобот у этого друга, и вот он этот хобот, и клыки у этого друга с шерстью на фоне, как говорится, зимы. То есть, перепутать невозможно. Где здесь десятки, тысячи лет или что-нибудь подобное? Я не вижу. Я вижу это 17-й век. То же самое наше уже не удивляет эта вырезка из послания из Бране, Деца, который путешествовал в Китай из Москвы в 1692 год. Здесь все написывают, что проезжая по Сибири, ему люди рассказывают, что недавно утопли все эти мамонты, они плавали по воде, потом оказывались в болотах, замерзали, гибли, и там так и замерзли. Когда болото размораживаются, то идет, как говорится, смрад от этих мамонтов. То есть, это какой-какой век? 17-й. 17-й век. Как раз посланники там Романовых уже поехали в Китай. Ну, это было бы, как говорится, полбеды. По крайней мере, про мамонты и про динозавров вы слышали. Ну, когда в том же 16-м веке я нахожу книги, которые описывают разные типы единорогов, как просто живых существ того времени, причем описывают подробно, я сейчас вам покажу, что это не просто, как говорится, один автор придумал, это книга, которая описывает живой мид того времени. Все ссылки мы, я думаю, дадим под видео, чтобы люди могли перейти и проверить, что никто никого не обмануть, есть ссылки на библиотеки, не я это рисовал или не другие какие-то художники, а именно это книги 17-го века, описывающие живой мир того времени. Для того, чтобы в этом убедиться, опять же, путешествие Македонского, опять же, одно из изданий европейское, примерно 14-й век, вот это Македонский с дракончиком играется, а конь-то у него-то единорог, конь Македонского по всем данным был единорогом. Об этом нам забывают сказать. Вот это, опять же, еще одна иллюстрация. Буцифал-то был единорогом, вот они с циклопами сражаются, но циклопы, тех, кто смотрел эфир про гигантов, уже не новость, но то, что у Александра не конь, а единорог, это, я думаю, для многих уже будут новости. И он не только на единороге ездил, но и встречался с различными типами единорогов. Он, как и того грифона, хотел убить, там ему не дали гиганты, здесь гигантов не было, единорогов он пускал, как говорится, на шашлык, не жалел реликтовых зверей, зачищал все, что попадет. Вот такой Александр был. То же самое нас уже не удивляет, когда конь Цезаря, из Триумфа Цезаря, 16 век, из музея итальянского, ну вот любили почему-то руководители прошлого, не просто лошадей, коней, они любили единорогов. Это не единичный случай. Опять же, монастырь Адмон, кодекс 900 года, опять этот единорог, какой-то из них видов, как мы видим. Опять же, книга Тюдоровских узоров, 16 век, описывается рядом с лисицей и синицей и сидят два единорога. И они описываются как нормальные живые существа, бегают, прыгают, пасутся. Это как раз еще, вот она, как эта книга называется, описание природы четырехногих зверей, 1678 год. Ну, скорее всего, переиздание, но факт в том, что на 17 век вот это вот товарищ этот Джонс написал, он описывает это как простых зверей того времени, причем различных типов, как вы видите. Поэтому нас уже не удивляют, когда вот товарищи приехали и описывают чудеса Святой Земли в Европе, изданно Майнцем в 15 веке. Вот этот, такой огромный рог, это как раз и есть единорог, при том, здесь они описывают и жирафов, и верблюдов, и козочек, и крокодильчиков, но сам факт, что единорог здесь просто стоит, он не единорог, живет он там. Ты знаешь, мне нравится мужичок, который держит, вот этот мужичок мне очень нравится, про него тоже, наверное, надо будет поговорить, такая, не то чтобы обезьяна, а обезьяноподобное существо, и как-то так верблюдом лихо управляется. И обратите еще внимание на то, что в большинстве картинок, на большинстве из картинок единороги представлены как парнокопытные, а парнокопытные это, как правило, те, у которых есть рога, как правило, то есть вот у лошадей у них не парные копыты, у них цельные копыты, у них рогов не предусматривается, а вот тут мы видим, что вот если на копыт обратить внимание, единорогов, у них раздвоенные, а иногда даже пальцы рисуют, то есть как у козлов и там у баранов и у хрюшек, вот у них парнокопытные такие, но это замечание, то что, такое ощущение, что рисовали, в общем-то, ну не то чтобы, может быть, с натуры, а анатомию понимали, что рога, как правило, у парнокопытных присутствуют? Ну, на самом деле рисовали с натуры, и даже мне присылали некоторые переводы, потому что я все-таки, как говорится, древними языками не сильно, латынь, я не медик, латынь я не знаю, поэтому я просил переводить, и мне переводили, и, в принципе, идет описание подробное, как бы, единорога. Действительно, с вот этими копытами, то есть, описание не просто мы услышали, нет, мы его видим, вот он пасется там, ест, то, выглядит так, то есть, идет описание, просто описание животного мира этих времен, причем, как мы видим, фактически на протяжении до 17 века. Опять же, Бартеллами книга «Свойства вещей», это, ну, 15 век. Вопрос, вот это, что за звери вот вверху? Единорог, зайцы, лисицы, львы, а это внизу еще один вид единорога. То есть, единороги просто бегают, вот они описывают их, как просто часть животного мира прошлого, никаких легенд, сказок. Мне там дедушка с бабушкой рассказал, я вам через книги передаю. Нет, это просто животный мир недавнего прошлого, единороги среди них, причем разных типов. Поэтому, когда мы уже видим вот такие изображения, где описываются иные формы жизни, он, дракончик на верхнем плане сидит и летает, и вот здесь бегает, то уже не так уж и удивляемся, что этого не может быть. Причем, опять же, описание мира прошлого, там уже другие живые существа добавлены. То есть, люди путешествуют, описывают, что они видят. Для нас это как сказка, но действительно рассказали то, что увидели. Поэтому таких единорогов, и тут даже какой-то двурок даже дорисовали. То есть, различных типов, они их различают, и это, опять же, книги, описывающие эти типы. То есть, ну, где же здесь сказка, где здесь какой-то навет, непонятные какие-то данные, все четко, и никто эти книги тех времен не оспаривает. Поэтому, когда мы, я, например, вот это я с аукциона американского скачал, вот такую фотографию продает там такой череп. Теперь, когда я вижу такую штуку в продаже, я не кричу, а, фейкометы там, наделали из пенопласта, торгуют. Это на аукционе предлагают, то есть ее можно фактически изучить. Ничего удивительного-то уже нет. Уже бы ученым действительно заинтересоваться. Кто-нибудь бы изучил, да и получил пару Нобелевских премий и смелых. Но таких, как вы понимаете, мало или нет вообще. Еще одна гравюра, где, опять же, 17 века, ну, начало 18 примерно, которая показывается, что они понимают разницу между морскими единорогами, как говорится, сухопутными единорогами, даже могут различить, в чем разница даже тех же рогов у этих существ. То есть, и какие они бывают. Опять же, идет описание. Может, перепечатка, но сам факт, что люди описывают то, что видят. Если видели, то недавно, никаких там тысяч миллионов лет, руководители описывают, как они ездили на этих единорогах. И, опять же, вот в эти космологии того же 16 века писаны только те существа, которые они встретили физически. Поэтому, когда, опять же, мы смотрим на космологию Миллера, в которой мы видели динозавров различных типов, нас уже не удивляет тот же единорог, который бегает на Ближнем Востоке. Это, по-моему, как раз Африка с Ближним Востоком, где соединяются, а там он и бегает. То есть, ну, бегает и пускай бегает. 16 век на дворе. Еще встреча единорогов с козочками в той же Африке. То есть, четко видно, что это не просто конь, как ты заметил, браток, парнокопытный. Парнокопытный с огроменным рогом. То есть, легендарное сказочное существо, которое бегает в Африке, и но проблем. И никаких проблем, когда они бегают на карте Европы. Олафа Магнуса 1539 года. Это Скандинавия. Замерз пролив. И ребята решили на единорогах рассекать по этому проливу. Они как раз к рогам им привязали флажки, чтобы веселей-то было. Вот эти флажки привязаны к рогу. И ладно бы с этим единорогом. Но сверху еще жар птица какая-то сидит. Вот она полностью желтая, немножко красная. Ребята на нее охотятся, вздумали. Так они еще и, как говорится, отдают трехрогового оленя. Это тоже легендарное существо, которое, ну, легенды, мало ли, что там придумают древние. А вот у него три рога. То есть, а где такие оленей сейчас? Нету. То же самое единорога на каждом шагу не встретишь. Жар птицей. Но они-то их изображают. И не изображают. И изображают не просто, как говорится, в каждое место впихнуть бы зверя непонятно. А изображают именно там, где они их видели на тот момент, когда это было изображено. Не просто вот там легенда в одном месте переносят из года в год. Нет, это постоянно разные места. Где нашли, там и записали. Поэтому космология того же тесту, когда мы видим в Австралии. Это Австралия. Не замечаем пока, что баригены белые. Что тут их замечать? Вот этот единорог выглядывает из-за куста. Вот еще один внизу тоже притаился. И опять же трехрогий олень, что интересно. Я не знаю, видел кто-нибудь сейчас таких? Раз, рог, два, три. То есть, это Австралия. Опять космология, 555 год. Опять же, заметьте, в космологии Миллера в Австралии такого нет. Австралия есть. А еще, ну нету. Автесту 555 год уже есть. То есть, нашли, изобразили, пожалуйста. И вот это опять же Австралия. Еще один кусок. И опять из-за кустов выглядывает единорог. Не обращаю внимания, что тут земцы белые. Пускай пока бегают. Тут он еще дракончик какой-то с шестью лапами прибежал. То есть, чудес хватает. Как и единорогов. Я говорю, вот он слева опять. Это та же. Это мы по Австралии путешествуем. Суземцы тут такие интересные, как скифы. Ну, бог с ними уже. Единорог и единорог за кустами. То есть, ну, полное совпадение с тем сказочным прошлым, про которое нам и хочет донести, как говорится, такие авторы, как Шемшук. Потому что, ну, в каких книгах и учениях нам рассказывали такие чудеса? Ни в каких. Ну, вы скажете, ну, неужели. А на территории современной России разве ничего не было? Так вот как раз страна Могола-Тартар, как раз Чукотский автоном, Чукотка, бегает единорог на вот этой уже знаменитой карте Монте-Урбана, карта мира, 1587 год. Вот вам, пожалуйста, единорог на Чукотке. Не удивляемся, что в Америке, вот описание опять же той же Америки. Ну, как они им прибили эти рога, непонятно. Потому что, ну, наука не признает существование таких. Американцы странные, ну, странные, то понятно уже, почему они странные, ездят на единорога. Если бы это было единичное свидетельство. Вот опять же книга об Америке вышла во Франции в 1670 год. Не обращая внимания, что индейцы белобрысые и бородатые, бывает, как говорится, с каждым, 17 век на дворе. Но ведут они единорога, что уже полный беспредел. По крайней мере, для нашего времени. И тут все подписано, американцы, все нормально. Никого это не удивляет на тот момент. Так что и в Шумере такие чудеса бывали. Когда на руинах Персиполиса в 18 веке при путешествии в Аравию срисовываются такой поединок единорога и льва. Тоже бывает. То же самое еще один трактат из Ближнего Востока, где описан тот же единорог. Один из типов, скажем так. Музей Кореи, дата рисунка неизвестная, от 14 до 20 века. Но факт в том, что очень интересно прорисованы единороги. Их два гуляют по какой-то тропинке. В музее находится эта картина. Вполне возможно, почему нет. Гуляющие, милобеседующие единороги в стиле драконов корейских. Ну да, причем розовые и голубые. Или синие, как правильно сказать. Поэтому нас уже не удивляет. Это Козьма Индикоплов. В христианской топографии изображает единорогов. Ну, бывает. Как говорится, уже нас это не сильно удивляет. Где он его там увидел, это уже его. Нужно почитать. Опять же, про злые они были или добрые. Вот не знаю почему. Дамы их постоянно любили. Они с ними, как говорится, ездили куда-то. Руководители любили. А рыцари постоянно любили их пустить на шашлык. Что не встретишь. Если руководитель, то на нем. Если дама, то рядом с ним. Если рыцарь, то все время пытается проткнуть этого бедного единорога. Чем он им мешал, непонятно. Может мясо было вкусное. Вот это доказательство. Еще одно. Просто таких изображений в том сервисе, что я постоянно рекламирую. Вот он Pinterest в переводе называется. Пины. Вот это изображение, это типа пин. Когда человек сохраняет изображение из книги, из музея, из какой-то другой находки. Или даже из фильма. То есть он сохраняет картинку. И поиск идет даже не по словам. Никаких слов. А поиск идет по соответствующей картинке. Изображен единорог. То есть оно будет там, где единороги, где древние рыцари. И я таких картинок с единорогами, динозаврами, гигантами и подобными чудесами набрал уже сотни и тысячи. И уже по ним переходя, я там попадаю в библиотеки, в эти трактаты. То есть нахожу это все. И предлагаю людям для того, чтобы они тоже могли лицезреть, наблюдать и понимать, что же описано в древних книгах. Что это не совсем такие уж чудеса. Это просто древний мир, о котором нам сейчас наука не хочет или не может сообщать. У нас таких ограничений нет. И я вам предлагаю изучить и знать, что это такое. Кстати, рыцарь, обратите внимание, вообще рыцарь какой-то интересный. У него рук нет, и из щита выходит какая-то штука или луч и убивает бедного единорога. То есть чудеса на каждом шагу. Сказочное прошлое. Звери, которые не должно быть. Существа, которые не должно быть. Как говорится, если встретить тех технологий, которые не должно быть, тоже не удивляйтесь. Потому что все это единая картина. Действительно того сказочного прошлого, в котором мы еще недавно жили. Которое нам пытаются донести даже такие авторы, как Пушкин. Может немного приукрасив. Такие авторы со временем, как Шим Шу. Факт в том, что неужели все эти множественные свидетельства не достойны того, чтобы на них обратить внимание. Чтобы наука перестала нас грузить непонятными данными, посылая неизвестные нам миллионы лет куда-то вдаль. То есть, как в том анекдоте. Можно ли посылать женщин в космос? Можно и далеко, и прилично. То же самое и тут. Можно ли посылать динозавров в 65 миллионов лет? Можно, далеко, прилично, и никаких проблем. Не надо объяснять все это. Тем более, а про единорогов забудьте. Не было и нет. И про мамонтов забудьте. Все умерли давно. Все умерли. И не спрашивайте. Я же вам предлагаю то, что нашел. По крайней мере, яркие самые свидетельства показать. И теперь хотелось бы, Алексей, перейти к вопросам зрителей. К твоему мнению. Что ты все об этом думает? Люди, ты как ведущий. Как человек, который сталкивался не один раз с различными чудесами. Какое ваше мнение? Имеет ли факты эти места быть? Или это просто так получилось? Собрались все умерли. Во-первых, последнюю картинку ты показал. Опечалило. Зверушку жалко. Прибили. Может быть, это как раз была и последняя зверушка в виде единорога. Ну ладно. Ну что я тебе могу сказать? Некоторые карты реально прорисованы. Здесь видно, анатомия соблюдена. Некоторые явно рисовались по сказу кого-то. То есть, кто-то рассказал и по этому рисовались. Поэтому здесь двояк ощущений возникает. Если я вижу картинки нарисованные анатомические, то у меня не вызывает сомнений то, что был подробный какой-то проведен анализ или рисовали с какого-то объекта. Или живого, или привезенного как в виде мумии чучела. Но когда я вижу рисунки такие, как детские, у меня иногда все-таки смущение. Дети фантазируют, рисуют что-то такое. Например, вот здесь. Вернись к дяденькам с дубинками. Здесь, например, видно, что это конь, которому прорисовали рок. И рисовали, видимо, люди, которые с рассказа кого-то рисовали. Потому что здесь явно виден конь. По копытам видно, по морде лица, по гриве. И здесь пририсован вот этот вот рок. И люди такие, знаешь, изображены, как это вот в постановках, когда в театре показывают таких людей. Вот похоже на постановочную такую композицию, которая явно как красочный рисунок вошла в какой-то сборник в виде иллюстрации. Вот поэтому мы не имеем права упускать такие моменты, что где-то кто-то рисовал с натуры, но многие, те, которые исследователи, они не были художниками. И поэтому они рисовали приблизительно. А есть те, которые сценические, вот такие вот изображения, где понятно, что это было нарисовано для чего-то. Поэтому, когда я вижу, например, Александра Македонского, вот там сценочки ты можешь повернуть назад, вернуться к началу, вот где они в рыцарских латах, вот-вот, например, да, то у меня возникает вопрос, то ли на самом деле технологии вот тех времен были вот такими, вот как нам показывают, то ли здесь это уже придумки художника, потому что нам вот те времена, близкие к античности, а может, саму античность рисуют несколько по-другому. Если мы посмотрим на то, как были одеты войны, ну, как-то вот в латах их особо не показывают. Вот именно такое. Здесь это ближе к европейскому такому рыцарству. Прорисовано все хорошо. Корона вот одета на шлеме, что, в общем-то, вряд ли в бою корона будет на шлеме одеться. Во-первых, она будет мешать. Можно зацепиться. Во-вторых, она может слететь. То есть здесь стилизация. И опять же, здесь видно, что конь. Это не парнокопытная, это конь, у которого маленький рожок пририсован. То ли это рисовали уже по рассказам, скорее всего, так оно и есть, то ли художник, как это, вот есть такая шутка, что перепутал художник, да, вот что-то он там недопонял. Поэтому вот такие рисунки, гравюры, они меня несколько смущают, честно говоря. Но, с другой стороны, даже если кто-то рисует, значит, сказания, как ты правильно сказал, они были. И даже если художник этого не видел, он как мог, так и изображал. Ну уж не ругайте меня, что знаю, то и рисую, да. Вот. Поэтому здесь двоякое ощущение, двоякое впечатление. Где-то видно, что указаны места присутствия вот этих самых динозавров, единорогов, слоников и так далее. А с другой стороны, кое-где они прорисованы таким образом, что видно, что нереально. То есть указывал человек, не будучи на месте. Вот такое у меня двоякое впечатление осталось от этого всего. Ну ты совершенно прав, когда проявляешь здравомыслие. Потому что вот посмотри, это, как говорится, Европа. Понятно, что корону он не одел, и что действительно художник рисует иллюстрацию просто по какому-то тексту. Он не видел того единорога, не знает, как ты правильно заметил, анатомию его про раздвоенные копыта. Он коня видел, берет коня, прорисовал рог. Он берет, как говорится, доспехи того времени, корону нарисовал, типа вот он главный среди всех. Вот это опять же корона, различные типы единорогов. Ну здесь видишь и копыта. У этих копыта раздвоенные здесь нет. То есть это разные иллюстрации. Просто эта книга действительно тысячи лет ходила, тысячи лет. И среди них множественные. Опять же, если мы возвращаемся к анатомическим, то здесь уже видишь раздвоенные копыта есть. Причем практически у всех. И видно, что вот два копыта. Это уже описывается анатомия. Но сам факт, что множественные факты, множественные факты позволяют нам сказать, что ребята, что-то не то. Это нужно или исследовать, или находить. И, по крайней мере, не соответствует тому, что наука говорит. Опять же, обрати внимание, вот изображение того же Александра Македонского. Это французское того времени. Видишь, доспехи другие. Корона вся та же. Изображение другая. Но сам факт. Это, например, библиотека Ивана Грозного. То есть, художник рисует, молюет то, что видел. То есть, доспехи того времени для своего времени. Здесь доспехи того времени, как были для Франции. Только описание дракона везде совпадает. То есть, идет динозавр. Здесь тоже самое идет схема по тому же единорогу. То есть, описывается то, что Буцефал – это единорог. А уже, как его там художник намалевал, конечно, он его уже, скорее всего, не видел. Поэтому здесь даже анатомия начинает хромать. Какая там длина рогов, как он одет, с кем он сражается. Это меняется постоянно. Факт в том, что текст остается один. И этот текст описывает действительно реальные события. Зачищал ли он весь этот живой мир? Или, вот опять же, тот, кого он встретил, имеет раздвоенные копыта. То есть, об этом написано. Потому что художник это уже пририсовал. А тот же самый Буцефал не имеет такого. А может, существовал какой-то вид, про который мы фактически тоже ничего не знаем. Хотя, как ты правильно говоришь, этот вид, скорее всего, должен быть с раздвоенным копытом. Но мы можем из этого вынести другой вывод. Правду нам не говорят это 100%. То, чем мы учили же людей 400 лет назад, тем, чему учат нас, не соответствует никак. Может, у тебя есть еще какие-нибудь вопросы? Или перейдем теперь к вопросам слушателей наших. Да, вот тут посмотри внимательно. Здесь уже не то, что копыта. Здесь уже пальцы представлены. Лапы. Да, лапы представлены. И обрати внимание, там вот, где ты показывал, что македонский с дракончиком играет, а в клетке его Буцефал. Вот в клетке лежит черепушечка, похожая на человеческую. И есть такое представление в европейских сказаниях, что единороги были плотоядны. Они питались зверушками, попадал человек, они человека съедали. И вот если мы говорим, что есть единороги с лапами, то это говорит о том, что это, скорее всего, уже все-таки не какой-то там верблюд или баран, а это уже что-то такое похожее на зверька, возможно, даже плотоядного, хищника. То есть, другими словами, мы можем себе представить, ты неоднократно сказал, что есть разные виды единорогов. В каждом направлении существуют очень похожие виды. То есть, к примеру, вот есть саблезубые тигры, да? И нам говорят, вот была эпоха саблезубых. Там встречаются саблезубые тигры, саблезубые, там, не знаю, волки и кто-то там еще. То есть, у них вот такое отличие, что в челюсти присутствовали очень увеличенные клыки, хищники. Потом встречается там еще какая-то эпоха. Там они представлены, например, длинными шеями. И вот у всех независимый хищник, не хищник, у них у всех длинные шеи. Дальше потом мы еще какую-то, видимо, эпоху, например, рогатых каких-то, там, три рога, к примеру, да? И будут встречаться там тоже. И вплоть до того, что у хищников там будут маленькие рожки, но они там три, к примеру. Вот, ну, там, условно, три цератопс, да, условно. Вот, да. И вот здесь мы тоже видим, что, опять же, вот лапы, да? Видно, что это хищник. Потому что и по клыкам хищник, и по лапам хищник. Когти есть, которые нужны для того, чтобы драть. То есть, описание все того, что было много-много различных видов единорогов, скорее всего, так оно и есть. Скорее всего, эти описания были не на пустом месте. Было какое-то время, может быть, какой-то даже континент, где в большом количестве присутствовали эти виды животных. Например, в Австралии сохранились сумчатые животные. В других местах сумчатых особо не наблюдают. Но там есть и сумчатый волк, ну, уже, правда, убили его, и сумчатая мышь, и кенгуру, и кто там только не есть сумчатый. Вот о чем я хотел сказать. То есть, если были единороги, значит, они могли быть как и среди хищников, так и среди животных, в том числе, в большей мере, представленные были среди травоядных. Но, скорее всего, хищники с рогами, с какими-то или намеками на эти рога, тоже я не могу исключить, что они тоже были. И поэтому вот эти рисунки, которые описывают, что хищник, который нападает с одним, с двумя, с тремя рогами, я не могу это исключить. Потому что сказка сказки, ну, как говорят, сказка ложь, да в ней намек. Кто познает, тем урок. Вот такая интересная история получается. Ну, в любом случае, молодец, здорово все это исследовал, расследовал. И нам, наверное, надо уже переходить к вопросам, которые накопились у нас в студии. Народное славянское радио. Для пытливых умов. Продолжение слушайте в следующей части. Субтитры создавал DimaTorzok